У Геннадия каждое утро начинается с прихода на голубятню. Почистить, покормить, уделить внимание каждому. Ведь важные составные части ухода за голубями – общение с ними. Так же и вечером после работы. А выходные, если есть возможность, он проводит с любимцами целый день. С детства я полюбил их, и расстаться я с ними до этого момента и так и не могу. Это, наверное, любовь до конца. Я сколько ни пытался, сколько ни обдумывал этот вопрос, но бросьте, я их не могу, этих голубей. Содержание собственной голубятни занимает очень много времени и средств. Надо вкладывать какие-то деньги, без денег ничего не получается, потому что по-любому приходится голубей вакцинировать, пропаивать какими-то антибиотиками, витаминами. Все эти препараты иностранного производства, все они стоят очень, не скажу, что дорого, но стоят денег. Бакинский – высоколетный бойный голубь. Так называется порода, которую разводит Геннадий Куприянов. Бакинские голуби имеют среднюю величину, крепкое удлиненное телосложение, продолговатую голову с круглым лбом, изящную зогнутую шею, широкую спину и длинные крылья. У всех плотное оперение, которое отличается лишь по цвету. Также могут присутствовать другие особенности, например, чубчик на голове. Если голубь рожден на моем питомнике, то есть по-любому у него стоит родовое кольцо. То есть родовое кольцо означает, кто у него родители, то есть это паспорт у него. Знаю там его происхождение, его всю родословную. Бывали случаи, когда у меня голуби улетали очень далеко. То есть это, ну как, понятие далеко, это, ну конечно, растяжимое. Но бывали и случаи, когда улетали голуби в гжель. То есть высоко поднимаются, вот такие вот тучи, как сейчас, даже может быть побольше. И они покрываются, и летят, летят, летят вместе с тучами, опускаются, вот очень даже далеко. Многие задаются вопросом, почему птенцов-голубей нельзя встретить на улицах. Дело в том, что они не покидают гнезда от четырех до шести недель после рождения, пока не вырастут. Почти голые, с редкими полупрозрачными перьями, розоватого оттенка. Вот так выглядит птенчик, которому всего 10 дней от роду. Некрасивее. По сравнению с цыплятами. Цыплята пушистая, это... Ну, а то потом будут. Голуби такой породы, объясняет Геннадий, неприхотливы, легко уживаются в стае, хорошо тренируются, имеют крепкий иммунитет. Как говорят в Азербайджане, птицу выводили для души. Вот и нашему герою голуби дарят истинную радость. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.